И печально, мягко говоря, все, что вы рассказываете, это говорит о том, что мы не можем опираться на мнение огромного количества людей в Америке, на мнение народа, это первое. И второе, мы ни с кем не сможем договориться. Да, видимо так, да. Вот эта иллюзия, в которой мы пребывали много лет, что с нами кто-то будет говорить, и что мы сможем кому-то что-то объяснить, и с нами кто-то может договориться, и это реальная иллюзия, это пугает. Это крайне негативное открытие. Да, я с вами согласна. Я сама очень сильно расстроилась, когда вот это я сама своими ушами услышала. И я, видите, как людей-то выбрала рандомли, да, то есть я не взяла там своих знакомых каких-то, или там выбирала по какой-то другой, я просто вот прошла тут, тут, и то, которых я считала по всем их атрибутам, что они более такие патриотические, они более, соответственно, консервативно настроены. Ну, оказывается, они полностью поддерживают все эти деньги, траты на Украину, невзирая на то, что свои лежат нищие, тут же вот я выехала из центра, тут же лежат нищие на дороге лежат. И людям платить нечем за банкротство, банкрот, бизнесы выходят, закрываются, банкротятся бизнесы, каждый день мы это слышим. В общем, я не знаю. Ну, единственная радость такая, что золото и серебро растут, просто в гематологической прогрессии. То есть сегодня за унцию золота уже было почти 2500 долларов за унцию. То есть последние две недели золото и серебро растет катастрофически. Я радуюсь, потому что я вложила в свитки серебряные и золотые, поэтому у меня хотя бы, у меня единственная радость по всей этой экономике, что у меня хотя бы что-то положительное. Иначе доллар-то обесценивается, и люди понимают, что на тот же снахе 100 долларов ты только можешь поужинать сходить один раз, вот твои 100 долларов и закончились. А раньше можно было целую корзину так с горой еды набрать. В общем, мы с вами по себе, и как нам говорил Владимир Владимирович, что наши лучшие друзья, это наша армия, флот, вот это, к сожалению, так и есть. И то, что придет, если Трамп в власти, ничего не изменится. Он сказал, что я приду, всех построю. Просто Байден слишком слабый, а я очень сильный. А когда нам надо сильного президента, я быстро всех поставлю на место. Получается, нам надо укреплять службу безопасности. Это первое, очень серьезное. Вооружение, очень серьезное, очень серьезное. И идеологию, культуру, самое главное. Да, и те, которые подписываются под такером и говорят, нам нравится Россия и Путин, таких оказывается совсем очень мало. Даже если в этой огромной компании, которая про-трампистки, это уже, знаете, это уже сливки сливок. То есть это из всех республиканцев, трамписты, это уже сливки республиканцев. И если из этих сливок, куда я не плюнула, я попадала в тех, которые поддерживают Украину, у меня опускаются руки просто. То есть адекватные какие-то людей, но их очень мало. Да они не то, что Украину поддерживают, они хотят нас уничтожить. На Украину им плевать. Таким мозги промыли, что там какая-то демократия, какой-то кровавый Путин. Ну я не знаю, столько информации доступно. Если вы не в состоянии пользоваться уже ресурсами, интернетными ресурсами, которые доступны для всех, то что уже дальше? Ну ладно старички, ладно этим 70 лет. Ну да, я с которыми разговаривала, они постарше были. Но тот, который отказался со мной разговаривать, ему было лет 36. Он отказался. Единственное, вот эта девочка была симпатичная. Я в начале интервью показала во флаге американском и в кепке Трампа. Вот она единственная сказала, что я против помощи. И против помощи до того, как мы закроем вопрос с границей и с мигрантами. Вот если бы она вот это слово не сказала до того, как, я бы еще сказала, хорошо, человек адекватный, он против посылки денег, а она как, ну, против, пока мы там не закроем. Ну, сначала там закроем все, а вот тогда уже мы как бы можем помогать. То есть они все равно не против помогать, но из остатков. И политики, любые политики сейчас, если они будут говорить, что, ну, вот как Маргарет Тейлор Грин, да, она единственная, которая говорит, ни цента на Украину, ни цента на Израиль. Опять-таки, она не говорит, потому что нам там нечего делать. Об этом только говорит единственный, по-моему, Такер, который говорит, нам вообще там нечего делать. А она говорит, потому что у нас открыты границы. Нам надо строить стену. Нам надо не пускать этих туда. Нам надо деньги давать нашим бездомным. Нам надо бороться с наркотиками, которые к нам льются фонтаном сюда. Нам надо помогать бизнесам, которые разоряются. Нам надо своим нищим помогать. Вот, она вот это говорит. Но она даже не говорит, что нам вообще там нечего, мы там вообще ничего не забыли. Нельзя это сказать. Иначе это смертный приговор твоей политической карьеры, если ты это скажешь. Но эти люди нужны, иммигранты, на самом деле, финансистам, потому что все люди, которые прибывают, это деньги. Это под них можно долг печатать. Еще сейчас вам что-то расскажу, Федор, последнее. И побегу, у меня батарейка сейчас сдохнет. Я на лаптопе, я не взяла... Хорошо, хорошо. Интересный момент. Значит, я буду делать, наверное, на эту тему видео. Я подобрала материал. Не знаю, как перевести. Там длинное видео перевести сложно будет. Я буду, может, нарезками как-то пытаться делать. Значит, поднялся большой, не скандал, а волна поднялась. Есть некая украинская дама в Конгрессе США. Первая украинка, которую выбрали в Конгрессе США. Зовут ее Виктория Спарц. Виктория Спарц в девичестве то ли Кулышенко, то ли Кулышенко, ну, то ли Крушененко, ну, вот такая странная там фамилия, ну, типично украинская у нее. Кулышенко вот такая она. А вышла замуж за американца, примерно столько же в стране, сколько и я, где-то 25 лет она. И вот, значит, попала она как? В политику вот как Камала Харрис. Одна и та же система. Как я про нее узнала, сначала я услышала от этого нашего недруга, который в Нью-Джерси живет, на Б, который его зовут. Который право сильного. Он сначала сильно ее хвалил. Ой, там у нас такая появилась там Виктория. Я там прям вот так вот аплодирую. У нее такая карьера. Она там против помощи Украины выступает. Вот эта украинка, вот эта патриотка. И он там просто там рассыпался так, обхваливал ее. Я думаю, ну если этот Б ее хвалит, значит, наоборот, ничего хорошего там нет. Думаю, надо на нее глянуть. Только же я про это подумала, что надо глянуть. И тут ее приглашает на интервью мой любимый подкастер, который, ПБД канал, этот Патрик Беддевит, который у него миллионы просмотров. Такер к нему приходит на интервью. Но он после Такера, ну уж на третьем месте по популярности. И он ее приглашает, потому что она тоже голосовала против пакета помощи Украины. И, значит, они ее пригласили. И это та же та восхваляемая вот эта вот украинка, которую, значит, пригласили. И было два часа интервью с ней. Я говорю, я пытаюсь это все перевести. Бедный наш Яндекс-переводчик не выдерживает, не может перевести почему-то. А карьера у нее как у Камалы Харрис. Она, значит, там попала в офис прокурора штата. А в офисе прокурора штата не успела глянуть. Кому-то понравилось. Ее уже выдвинули в кандидаты, в политику пошла. Так же, как и Камала. Камала тоже работала в офисе прокурора штата. И так она через постель пошла в политику. И это точно так же. Так вот, вроде как голосуют против, да, против помощи Украины. Я думаю, ну, действительно, может, реально попалась классная тетка, которая против, может, поэтому вот такие все с Нью-Джерси ее эквалят, начала слушать. У меня инфаркт был. У меня просто был инфаркт. Ананаке сказала, почему я проголосовала против помощи. Потому что мало Зеленский убивает русских. Все эти деньги, которые мы даем ему, и оружие, которое мы даем, он их перепродает. А они должны русских убивать. Он их не так, он мало убивает. Я за ним слежу, убивает мало русских, мало. Я просто так села и все. И этот человек, понимаете, который прожил тоже в Америке, я гражданин, он ее просто вот так вот там, там она такая классная, она против помощи Украины. Она против, она сказала, нам Зеленского не надо, нам другого, давайте заложного нам. Вот заложных будет больше русских убивать. А Зеленский слишком много в карман себе кладет. Поэтому я проголосовала против, потому что я не против помощи Украины, я против того, что Зеленский много ворует. А можно было сколько построить фортификации, а можно было сколько накупить оружие, а сколько русских можно было убить. Я ненавижу этот Советский Союз, причем она моего возраста, то есть она выросла при Советском Союзе. Этот Путин, это просто тиран, он кровавый маньяк, он вообще ненормальный, он полностью... И вот это вот два часа, два часа. Один бред. Человек вырос в Советском Союзе. Вырос. Она, правда, когда она уже... А, нет, она чуть-чуть младше меня. И знаете, что она начала рассказывать? Когда я жила при Советском Союзе, а он ее спросил, вы же при Советском Союзе? Да, я-то прошла через ГУЛАГи, я-то прошла через репрессии. Она в 1992 году было 12 лет. 12 лет. Через что ты, дура, прошла? Когда в университете мы учились, она училась в Киевском... Не, в Киевском университете имени какого-то там, экономическом каком-то университете имени какого-то там... Гэтмана какого-то. Гэтмана такого-то. Ну, видимо, ей там с этими... То есть она когда училась, уже Союз развалился. Что ты рассказываешь, что при Советском Союзе были партийные работники? Они следили за студентами. Они... Чтобы никто про украинское ничего не сказал. Кто говорит на украинском языке, их всех там арестовывали. В ГУЛАГе поседляли. Голодом... Вот эту всю программу она пронесла. Всю хрень. Я посчитала ее возраст. Она не могла быть при Советском Союзе. И она была вообще ребенком при Советском Союзе. И наши все вот так вот. Вот она молодец. Она стала против помощи Украине. Не, ну за помощь Израилю. Она проголосовала за помощь Израилю. А Украине, она говорит, надо менять. Надо менять президента. Вот заложный бы убивал больше русских. Он бы деньги не воровал бы в карман. А Зеленский... Ну и теперь ее ненавидят украинцы. Потому что все равно она не должна была против. Но зато все патриоты, вот это псевдопатриоты-американцы, они вот так вот все и похлопали. Сказали, вот это человек. Вот это... Нам таких больше надо в Конгресс. Мы стоя аплодируем Виктории. Нам... Гляньте, украинка, она больше патриотка, чем американцы. Нам надо таких, как она, больше в Конгресс. Занавес. Все? Вот вам, вот вам. И это вот эти вот наши... Мы патриоты Америки. Я американец, 25 лет, 30 лет прожил в Америке. И он говорит, она просто пьедестал. Это венец творения. Я так за нее горд, за Викторию. Я так за горд. Я послушала, мне 10 минут хватило, я выключила. Я говорю, это слушать не могу, это какой-то бред вообще. А Путин, он же на завтрак ест младенца, вы не знали разве? Она сказала нам об этом. Пропаганда полнейшая. В голове у нее, то есть вот это, понимаете, в Конгресс выбрали человека, который ненавидит русских. Который ненавидит Путина. И она вот это, вот выступая на собраниях, выступая на этих... Это посмотрела более 10 миллионов человек, это интервью. Они потом его еще нарезали по нарезкам. И это все выставили. Единственное, в чем ее раскритиковали, то, что она сказала, а я буду голосовать за помощь Израилю. Но тут ей насыпали, конечно. Тут ей насыпали. Сказали ей, что ей не место в Конгрессе, потому что в Конгрессе должны быть за помощь США, а не за помощь Израилю. Только вот это. А все остальное рукоплескание. Бурное продолжительное рукоплескание. Я про нее, говорю, пытаюсь сделать сюжет, просто почему-то вот Яндекс это именно интервью, но ни в какое не хочет переводить. Все переводит, любые интервью. Это застопорилось. Я там два часа, там чокнешься переводить, даже если с нарезками. Но я, наверное, отрежу этот кусок. Яндекс ведет себя гораздо жестче, чем Ютуб. У меня на Яндекс.Зене невинный ролик о кино. Я с человеком говорю о сериалах, о фильмах. Просто обсуждаем, да? Там политики-то нет. Под грифом язык вражды. То есть его могут видеть только подписчики. И монетизации на этот ролик нет. И таких роликов у меня там уже много. Большая часть просто закрываются и выводятся из-под монетизации. Язык вражды. Вот то, что не банит Ютуб, вот это банит Яндекс. Ну вот, в общем, я дала вам анонс, вашим зрителям тоже, если они захотят посмотреть про эту Викторию. Я уже, говорю, все подготовила. Я биографию ее вычитала, как она побежала сразу. Там она, значит, с Байденом в обнимку. Она член республиканской якобы партии, со стороны Конгресса республиканского. Тем не менее, она стоит с Байденом и Харрисом, малая в обнимочку, в своем желто-синем платье. Тут у нее желтое платье, тут у нее синий пиджачок с украинскими флагами. Это она показывает, что она республиканка. И вот за нее хлопают. О, Виктория! Что это? Зачем она там вообще? Кто ее вообще? И вот это вот выбирают. И нам таких больше надо. Человек идет к успеху, говорит то, что хотят слышать. А эти наши, типа, мы независимые, мы не за Украину, мы не за Россию, но они... Вот он там целую оду ей спел. Я заинтересовалась, думаю, сейчас пойду гляну, что же там за Виктория. Вот Виктория, натуральная нацистка. Натуральная нацистка, русофобка, ненавидит всех, обосрала Советский Союз. Путин это просто... Война не закончится на Украине, пока мы не пошлем столько оружия, что каждый умрет. Вот все русские должны умереть тогда. Дело в том, что те люди, которые закручивают всю эту спираль, их не так много, они, в общем-то, делают все это в убежденности, что они отсидятся. Кто в горах Аргентины, кто в Новой Зеландии, кто где. То есть у них там, видимо, готово укрытие. Они не боятся ограниченного ядерного конфликта. Они считают, что через год, два, три земля достаточно очистится, чтобы на ней можно было жить в каких-то местах. Вот. И в Чернобыле же живут. Ничего. Ну да. Ну не надеются, что тут уже закончили, это все будет нормально, да? Ну фото не надеются на это. Ну а откуда ненависть такая? Ну откуда такая ненависть? Ну видите, она уже все-таки выросла в более сознательном возрасте после распада Союза. Это о чем говорит? То есть ей в 92-м было там, говорю, то ли 12, то ли 15 лет. Ну что-то в таком, ну, в таких вот рамках. То есть, значит, она выросла уже... Вот когда вы говорите, что они ненавидели нас, они, вот вам, вот вам образец. То человек рос на Украине, после распада Советского Союза у нее прошли вот эти ее взросления. Это комплекс национальной ущербности. И человек полностью ненавидящий все, хотя ты там даже не жила. Ты же не росла в Советском Союзе. Что ты там про ГУЛАГе рассказываешь? А вот это бред, за нами следили. Я думаю, я-то жила конкретно в Советском Союзе, и за нами никто не следил. Там дядечки с тетрадками какие-то не ходили, не выслеживали. Она рассказывает, что следили. Я думаю, проверю возраст. И начала считать ее годы. Она поступила в университет уже после 92-го года. Она только поступила. Кто там за ней следил, если ты уже жила в независимой нынке? Ну, в общем, мне слов нет. У меня слов нет, и я в этой стране не могу. Я не дождусь, когда у меня сын уже закончит семестр, и я уезжаю. Я все, все, ничего не хочу. Не хочу ничего слышать, ни про эту демократию, ни про эту свободу. Ничего. Я насмотрелась за месяц, который я приехала сюда. Я все уже увидела. Я все увидела, я все услышала. Я не вижу тут просвета никакого. Никакого. Но нам, к сожалению, надо только рассчитывать на себя. Нам, к сожалению, много чего надо делать. А я, честно говоря, не вижу, чтобы наши идеологи, ну, по крайней мере, тех, кого я с экранов телевизора смотрю, чтобы они как-то осознанно про это говорили. Вот, например, вот это случай с этой барышей, да, которая говорит, что ее преследовали, она через ГУЛАГи прошла. Откуда все это и почему? Это да, это чувство второсортности, комплекс национальной ущербности, на котором, в общем-то, сыграли. И самое главное, было разрушено общекультурное поле. Никогда у нас в Советском Союзе, да и после, и в России, не возникает конфликтов между людьми разной национальности, если у них есть общекультурное поле, в котором они общаются. Вот я разговаривал, допустим, с профессором из Америки, он в Америке живет, Курбанов фамилия, в узбек, Ильяс, по-моему, я вот имя точно не помню, Курбанов. Я прекрасно с ним общаюсь, разговариваю, я его великолепно понимаю. Или инженер энергетик с Памира был в Москве, мы с ним на выставке, отлично поговорили, обменялись телефонами, при том, что он с акцентом разговаривает в стильном, но у нас есть общее культурное поле, общее понятие, да, что делает нас советскими людьми, вот эта наднациональная советская культура. И эту культуру, это общее поле, вот понятийное, нравственное, его разрушили с крушением Советского Союза, и сейчас добивают его остатки. Поэтому у нас возникают эти конфликты межнациональные. Не только потому, что мы сами там слабые, безобидные, как кто-то про нас говорит, а их там накручивают в Казахстане, но в Украине много где. Это само собой, это еще одно действие, которое они делают. Но самое главное, почему еще мы друг другу не кинулись в греть глотки до сих пор, это общее культурное советское поле, тот советский пресловутый человек, о котором наше поколение еще помнит с вами, вот, но который уничтожается. И ничего взамен его наши идеологи не просто не предлагают, они даже не думают об этом. Вот опять тут у меня, я тут про Дугина, про Ильина фразу ляпнул, но не развернул, на меня тут накинулись. Пожалуйста, я скажу, воспользуюсь случаем. Конечно, конечно. Накинулись тут у меня в комментариях там, да у тебя там корона на голове, там еще что-то. Вот, это из той же оперы. Я не против Ильина, как философа. Я его, как объяснить, не настолько хорошо знаю. Я читал его, да. Там статьи читал, книги его там, Дугина слушал. Но я, есть вещи, с которыми я принципиально не согласен, и считаю, что они не понимают, о чем говорят и пишут. Вот, как бы это там, может быть, не самонадеянно звучало с моей стороны. Но дело в том, против чего я категорически выступаю, и почему осуждаю нашу верхушку, которая его читает, на мой взгляд, недостаточно вдумчиво, и недостаточно понимает, что они делают. Я против того, что они его сакрализируют. Они из него уже делают памятник. Вот у нас Дугин сейчас возглавляет РГГУ, гуманитарный университет в Петербурге. И он, значит, ведет компанию за то, чтобы этому университету, молодому достаточно, присвоить имя этого, только что я про кого говорил, Ильина. Вот. То есть идет сакрализация Ильина. А как у нас это происходит? Человека сакрализируют, делают ему бронзовый памятник, покрывают по золотой. Вот. После этого все его труды становятся истиной, сакральным знанием. И дальше вы из этих трудов, Ильина, можете надергать любых цитат, вплоть до того, как говорят, что он там оправдывал фашизм. Там у него есть, там, 28-го года статьи, где он рассуждает, говорит, что это противостояние большевизму, естественно возникший полюс, да? Вот. И дальше ты дергай эти статьи, вот у вас бронзовый позолоченный человек, все, что он сказал, это истина. Безусловная, понимаете? Безусловная. И сам Дугин в интервью Карлсона, я вот его слушал, не мог дослушать, вот слушаю там 5 минут, плюю, бросаю, думаю, не могу, я дослушаю потом. Опять начинаю, опять плюю, бросаю. Он умный человек, он знает мышцы языков, у него там энциклопедические знания, но он говорит, опять же скажет, у меня один тут написал, что деревянную корону на голову себе повесил, но он говорит вещи, перепутанец, он искажает, он искажает суть происходящего. Вот он в этом интервью Карлсона говорит, почему происходит крушение западной системы, демократии вообще, либерализма, либеральной идеологии, почему происходит крушение, почему она гибнет, почему гибнет Запад. Потому что либеральная идеология, она рано или поздно приходит к тому, потому что поощряет индивидуализм. А раз вы поощряете индивидуализм, вы естественно начинаете поощрять и защищать ЛГБТ, эти там 300 или 30 гендеров, плевать сколько их, на то, что человек хочет то, хочет это, педофилов, потому что он свободная личность. Это его индивидуальность. В эту индивидуальность должны поощрять. Это естественный ход событий. Вот поэтому эта идеология рушится. Но Дугин, вот этот образованный человек, здесь, он говорит, что это естественно для человека, да? Подменяет понятие. Индивидуализм – это веление времени нашего. Мы живем в такое время, когда индивидуализм человека получил все возможности для того, чтобы раскрыться. Но Дугин путает, или осознанно, я не знаю, подменяет. Человек – это понятийный разум, нравственный понятийный. С животными желаниями тела. Либерализм, он не предусматривает свободу для твоего животного начала. Когда ты хочешь там совокупляться с детьми, жрать человечину, потому что ты свободная личность, менять пол, давать такую возможность детям. Либерализм, либерализм и животные желания тела – это разные вещи. Либерализм – это свобода человеческого разума, возможность получить образование, сформировать свое собственное, индивидуальное видение на то, что происходит на основе фактов. Современный человек получил гигантскую библиотеку в интернете, возможность быть образованным. Современный человек, любой там электрик, понимаете, обыкновенный электрик, закончивший 10 классов или техникум, он гораздо образованнее, чем Пушкина. Об этом я тоже сказал, что уровень образования Пушкина и современного там, ну, среднего человека, да, закончил школу. Вот. Он несопредставим. Там, Пушкин понятия не имел о скорости света. Пушкин не знал, что такое радиоволна. Он не представлял, что будет телефон и телевидение. Он не знал множество вещей. То есть, его пакет знаний был несоизмеримо выше. Но как личность, как человек, он мог дать стоечку вперед, допустим, там, западному миллионеру, тому же Трампу, да, там, получившему он в Эспонде, по-моему, образование у него было, да. То есть, как человек, как понятийный разум, как нравственная личность, Пушкин был выше многих людей в США, которые имеют деньги, которые считают, что они демократы, и что надо сделать там, туалеты для таких-то гендеров, там, такого количества, разрешить мужикам участвовать наравне с женщинами в соревнованиях и позволять там то, что позволяет на острове Эпштейна, что это нормально. Понимаете, что личность человеческая, Пушкина, она, ну, просто на порядке превосходит человеческое начало этих людей. И Дугин в этом смысле не понимает, о чем говорит, или подменяет. Я не знаю, сбивчиво говорил, вот честно говоря, мне для этого надо вот буквально пересмотреть и прямо вот уточнить по полкам, да, вот, ну, но я просто не смотрел. Я понимаю, что человек пургу несет, натуральную пургу. У того же Ильина там есть вещи, я читал, которые, ну, мне оказались очень полезны. Ильина. Продолжение следует...